мы желаем вам здоровья и говорим здравствуйте в эфире первоприднестровского программа о самом главном здоровье и я доктор наталья донцу почти каждый из нас может вспомнить своей жизни случай когда из-за погоды чувствовал себя совершенно разбитым слабость недомогания нестабильное давление отдышка бессонница боль в суставах мигрень это симптомы от которых страдают люди при изменении погодных условий было хорошо а сегодня ломит суставы кружится голова клонит в сон колотится сердце в чем причина многие списывают это на погоду и она действительно влияет на наше самочувствие уверяют синоптики перестройка погоды влечет за собой изменение атмосферного давления атмосферное давление может сильно меняться это при выходах южных циклонов это когда мы подвержены резким перепадом его во-первых поднимается ветер во-вторых у нас давление который имеет сам человек она не успевает иногда перестроиться под то которое меняется в атмосфере это процесс я вам пример могу привести что при выходах южных циклонах мы фиксировали изменения погоды до 4 миллиметров ртутного столба за три часа то есть такие изменения то очень серьезные конечно центрифуга и космонавтами это не сравнить но тем не менее именно вот такие изменения они очень серьезно сказываются почти на всех а тут еще и магнитные бури гидромете уверены такие существуют они усиливают активность солнце и мы реагируем учащенным сердцебиением скачущим давлением слабостью и сонливостью реакции на погодные изменения и магнитные бури почти одинаковые здесь конечно сразу сложно отличить одно другого мое личное мнение что все таки те погодные явления которые здесь у нас без даже солнечных ветров и солнечной активности они более серьезно сказываются и влияют на человека все наладится когда выйдем на климатическую норму прогнозы синоптиков у неврологов отличная точка зрения мигрени бессонница скачки артериального давления повод обратиться к врачу приближение бури и перемену погоды чувствуют люди с хроническими заболеваниями человек живой он живет в природе и взаимодействует с природой то есть он адаптируется к воздействию окружающей среды к смене температуры к смены влажности и наша вся внутренняя система то есть и нервная сердечно-сосудистая система у нас очень много биохимических механизмов приспособленных адаптироваться в этом термине и кроется вот этот негативный аспект что люди все списывают просто на метеозависимость то дожди то солнце все это действительно влияет на здоровье как спусковой крючок больше страдают люди сосудистыми проблемами гипертоники и гипотоники то есть если человек здоров и его системы работают адаптивно человек приспосабливается к смене погоды температуры резко смене атмосферного давления при взлете при посадке при поднятии в горы при разных вот этих состояний организм приспосабливается но если есть уже проблемы со здоровьем они просто проявляются метеорологи поспорили бы он адаптируется но не всегда может поспеть за теми изменениями которые происходят в атмосфере в любом случае когда дело касается здоровья важно не пускать дело на самотек если вам плохо от погоды или магнитных бурь сразу к врачу специалисты помогут разобраться в проблеме пациент приходит к специалисту к терапевту либо обращается к кардиологу либо далее к профильному и вот производится его будем говорить анализ и на уровне либо дефициты будут убраны либо коррекция образ жизни и коррекция образа питания либо исключены сосудистые то действительно узкие обследования сердечно-сосудистой системы которые назначаются которые позволяют оценить и вегетативную систему в том числе как она реагирует зависимости от этого и корректируется то есть назначается лечение либо она не назначается по результатам до обследования и что точно не навредит в любом случае это ежедневная зарядка и контрастный душ напоминают специалисты еще гиппократ писал о влиянии погоды на здоровье человека метеозависимость существует она или нет поговорим с доктором кардиологом александром донцу доброе утро как часто к вам на прием как кардиологу приходят люди и предъявляют жалобы на метеозависимость метеозависимость это так сказать болезненная реакция организма на внешние условия которые происходят в природе при наличии заболеваний у того или другого человека такие пациенты на прием приходят часто доктора что вообще чувствуют метеозависимые люди какие жалобы они вам предъявляют основные жалобы это перепады артериального давления которые проявляются головными болями болями в сердце при резких повышениях артериального давления это появляющиеся нарушение ритма при смене погоды они провоцируются те люди у которых имеются в анамнезе заболевания или сердечно-сосудистые системы или опорно-двигательного аппарата либо проблемы с центральной нервной системой то реакция на изменения в природе она у них существует то есть здоровые люди не подвержены метеочувствительность в том-то и дело что и о чем мы и говорим что метеочувствительность это при наличии заболеваний у людей часть людей которых имеют проблемы с нервной системы у них возникают более выраженные головные боли и более длительно протекающие с чем это связано но вообще как бы изменение атмосферного давления оно влияет на те жидкостные структуры которые существуют в организме в головном мозге мы знаем различные там желудочки где ликварный обмен и рецепторы которые существуют в оболочках мозга они более выражены и более быстрее реагируют и интенсивнее или скажем красочнее проявляют те или другие заболевания при изменениях атмосферного давления те же самые проявления или болезненные проявления возникают и у лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата доктор а какие изменения в погоде хуже всего переносятся людьми хуже всего это конечно же резкое повышение температуры то есть это жара а что происходит происходит расширение сосудов это первое второе происходит большая потеря жидкости из общего циркулирующей крови как следствие кровь становится более густая и повышен риск тромбообразования и те исследования которые аналитические были проведены в те более жаркие времена которые в различных странах также и в россии в 2010 кажется году статистика показала что повышение количества инсультов и инфарктов в этот период она достигла более 20 процентов и обращаемость за скорой помощью клиническими проявлениями болезни она превышает именно в те в эти периоды изменение атмосферного давления как причина возникновения тех или других болезней в суставах головных болей или болей в сердце она не доказала в ряде исследований которые были проведены в различных странах но есть исследования которые говорят резкие изменения атмосферного давления они могут привести к возникновению симптоматики со стороны органов когда постепенно это адаптационные возможности организма они могут адаптироваться то есть почему и говорится что метеочувствительность это разница в адаптационных возможностях больного организма как пример те исследования которые были проведены ведь мы поднимаемся или живем кто на первом этаже кто на 16 кто еще выше и люди живущие на более высоких этажах или при изменении при подъеме там на 16 или какой-то более высокий этаж не возникает болезненных ощущений со стороны опорно-двигательного аппарата или нет изменений со стороны других органов это говорит о том что вот так пресловутая метеозависимость является определенным мифом то есть получается те люди которые жалуются допустим на какие-то болевые ощущения в суставах и связывают это с уменьшением атмосферного давления то есть когда допустим погода меняется это на самом деле миф атмосферное давление снижается при подъеме на высоту то есть если люди на 16 этаж поднимаются или в самолете допустим да передвигаются у них же ничего не распирает коленные суставы у них в норме то есть получается изменение атмосферного давления влияния на суставы или на сосудистую систему это миф определенно да доктор очень часто у людей меняется состояние если вдруг солнечная хорошая погода сменяется на пасмурную что происходит в организме это стресс это снижается именно в выделении того гормона радости серотонина и он запускает все болезненные проявления это вегетативная реакция организма на изменение внешней среды то есть человек чувствует себя хорошо когда у него достаточное содержание серотонина медиатора радости в организме поэтому адаптация у людей она более выражена у тех которые которые здоров и которые ведет правильный образ жизни если следование которые говорят о том что метеозависимости подвержены больше люди которые живут в в городах в отличие от людей которые живут в селах люди живущие в селах они больше заняты трудом им некогда концентрироваться на этом люди заняты трудом им некогда концентрироваться на своих мыслях на своих ощущениях доктора кто больше подвержен метеозависимости это все-таки женщины или мужчины это пожилые люди или это молодые в среднем возрасте метеочувствительности подвержены женщины чем это связано конечно это связано с особенностью гормонального статуса также говорится о том что ну вот метеочувствительности зависимы лица которые ведут неправильный образ жизни то есть это лица которые курят которые злоупотребляют алкоголем почему курильщики потому что как раз реакция их сосудов или воздействие рецепторов вот называемых бара рецептора да которые выполняют функцию баланса при необходимости они сужают сосуды или расширяют как раз баланс и реакция бара рецепторов у таких лиц она нарушена потому что сосуды они превращаются в стекловидное как тело доктор получается метеозависимы больше те люди у которых разбалансирована вегетативная нервная система то есть более слабая нервная система не тренированная вегетативная нервная система они как раз и подвержены более красочным проявлением изменения погоды о чем должен задуматься тот человек который находит какие-то появления симптомов в эти периоды это говорит о том что болезнь у человека есть необходимо самому обратиться к врачу-специалисту для того чтобы найти и провести определенные исследования для поиска изменений в организме метеочувствительность это все-таки доктор не болезнь а это повод обратиться за медицинской помощью для того чтобы найти то заболевание которое уже зародилась в организме конечно это сигнал организма для своевременное обращение к врачу и выявление изменений в организме значит он не полностью здоров часто на прием обращаются пациенты с различными вегетативными проявлениями или изменениями в состоянии здоровья большей частью это как раз лица более молодого среднего возраста с головными болями слабостями недомоганием в эти периоды жизни и более в при более комплексном обследовании этого пациента я начал выявлять более выраженный железодефицит то есть это сниженная концентрация белка ферритин поэтому как раз который и дает гипоксию слабость проявления метеозависимости проявляются у лиц у которых дефицитное состояние чаще всего конечно это же связано по железу доктор вы говорите что люди которые живут в селах которые заняты трудом они меньше подвержены метеозависимости тогда какой мы делаем вывод что необходимо делать для того чтобы не быть зависимым от изменений погоды нужно определенный правильный образ жизни есть это первое и допускать себе злоупотребление и этом который мы определили что они пагубное влияние воздействия на организм это необходимо ограничить или отказаться от употребления алкоголя это необходимо достаточное количество употребления жидкости это ликвидировать свои дефициты в организме необходимо проводить те мероприятия которые приведут к лучшей адаптации организма к тем или другим изменениям окружающей среды это занятие спортом это положительные эмоции то есть по сути основные базовые принципы здорового образа жизни это правильный рацион питания отказ от вредных привычек физическая активность неважно какая тренажерный зал огород и своевременный полноценный сон да и своевременно необходимо обращаться к врачам специалистам для получения качественной помощи исключение более страшного состояния такого как инфаркт инсульт дисциркуляция получается доктор все люди у кого есть метеозависимость это повод лишний раз обратиться за медицинской помощью для дообследования и лечения благодарю вас болезненная реакция на изменение погоды действительно может быть симптомом серьезных заболеваний об этом говорят не только неврологи и кардиологи но и гастроэнтерологи одна из причин слабости головной боли или мигрени односторонний распирающий боли проблема с печенью туман в голове тоже сюда мы все прекрасно знаем что печень это орган детоксикации то есть наша печень она должна все токсины которые поступают в наш организм обезвредить какие токсины и да допустим наша не идеальная консерванты красители усилители вкуса или допустим овощи которые выращены в теплице содержат пестициды или допустим мясо или молоко содержит гормоны и печень должна все эти токсины обезвредить и вывести пожалуй самый токсичный из всех аммиак образуется в нашем теле в процессе жизнедеятельности элемент действует на нервную систему на головной мозг и общее состояние вывести аммиак из организма тоже задача печени и если она не справляется человек живет в состоянии интоксикации по каким причинам аммиак в организме у человека появляется но во-первых если допустим человек ест много белковой еды мясо рыбы яиц творога а при этом у человека низкая кислотность то есть белок не может расщепиться и из него образуется аммиак печень не может вывести такое количество аммиака и человек просто напросто варится в этом аммиаке и чувствует себя плохо если у человека есть уже проблемы с печенью примеру да ну перегрузил там к примеру алкоголем транс жирами сладкой едой и печень занимается выведением этих токсических факторов и соответственно аммиак вывести не может человеку тоже плохо или если есть какая-то проблема желчным пузырем ну допустим у человека просто банально застой желчи вот эта вся желчь с токсинами просто напросто банально выйти не может и у человека тоже состояние интоксикации которая проявляется вот этими некомфортным состоянием ощущением слабости нет сил при повышении атмосферного давления желчный пузырь и желчевыводящие пути тоже могут спазмироваться и соответственно у человека может появляться такое состояние к тому же детоксикация процесс выведения токсинов которые осуществляют печень это биохимический процесс и он полностью зависит от содержания в организме витаминов группы bd железа и аминокислот а если наш человек допустим соблюдает какой-то вегетарианский стиль питания аминокислоты из белка не поступают если человек живет в дефиците по витамину b12 или по в дефиците по полевой кислоте а сейчас у своих пациентов просто я сплошь и рядом выявляю жесткие дефицитные состояния то есть люди живут и даже не знают что у них такой выраженный дефицит соответственно появляется депрессия неврозы плохое самочувствие конечно это все будет провоцироваться при смене погодных условий вот и получается что из-за этих дефицитных состояний нарушается и процесс выведения токсинов как следствие хроническая интоксикация день хорошо день плохо а виним во всем погоду конечно меняется и нейромедиаторный обмен не без этого плохая погода плохое настроение от которого страдает весь желудочно-кишечный тракт и общее состояние организма оставляет желать лучшего если у человека возникают какие-то симптомы метеочувствительности это повод пойти в лабораторию на обследование провести узи исследования то есть сделать обследование своего организма для того чтобы посмотреть а в чем проблема может быть какая-то проблема идет на уровне печени может быть дефицитные состояния может быть у человека уже началось какое-то заболевание а он еще об этом не знает так вот как раз изменение погодных условий и указывает на проблему то есть организм нам сам сигнализирует о том что нужно обратить внимание на какие-то органы и соответственно подлечиться чувствительность к изменениям погодных условий это сигнал организма о существовании проблем с нервной системой сосудами суставами или внутренними органами это повод пройти детальное обследование и работать над оздоровлением своего организма с вами была программа здравствуйте мы есть на сайте перо приднестровского в социальных сетях и ютюбе берегите себя и будьте здоровы